Добрый день! Добрый день, Толя! Добрый день, дорогие дамы, уважаемые господа! Мы с вами... Пардон, сегодня окунемся в историю, история интересная. Этот год 2019-й. Это год множества 75-летних юбилеев. 75-летних. Ну вот лишь некоторые, я напомню. 27 января жители Санкт-Петербурга вспомнили, я надеюсь, годовщину снятия блокады Ленинграда. 21 апреля Франция. Франция отметила 21 апреля 75-ю годовщину победы женщин. Женщины получили право участвовать в выборах. Я напомню, что это произошло четверть века спустя, после того, как избирательное право получили американки. 6 июня Соединенные Штаты, Канада, Европа, весь цивилизованный мир отметили дидэй 75-ю годовщину высадки войск союзников в Нормандии. Я готов предсказать, что 7 ноября многие американские средства массовой информации вспомнят о 75-й годовщине исторической победы Франклина Дилана Рузвельта на президентских выборах. Она потому историческая, что это была его четвертая победа, и эта победа заставила принять 22-ю поправку Конституции. Эта поправка ограничила срок пребывания президента в своем посту двумя четырехлетними сроками. Но вот наши журналисты забыли еще об одной исторической дате. 21 июля исполнилось 75 лет. Со дня избрания съездом Демократической партии этот съезд проходил в Чикаго. Избрание сенатора Гарри Трумэна кандидатом в вице-президент. И это событие было более важным, чем четвертая победа ФДР на президентских выборах. Если бы делегаты съезда в Чикаго поддержали не Гарри Трумэна, а поддержали действующего вице-президента Генри Олеса, то в апреле 1945 года Олес занял бы пост президента после смерти Рузвельта. Прежде чем ответить на вопрос, что могло бы произойти, если бы Олес стал президентом, давайте познакомимся, дамы и господа. С вице-президентом Олеса он вице-президент был в третьей администрации Рузвельта. Генри Олес родился в Ваеве в семье фермеров. Дед был фермером, к тому же издавал журнал для фермеров Среднего Запада. Отец также был фермером, а в администрации президентов Орена Хардинга и первой администрации Калвина Кулледжа он был министром сельского хозяйства. И в это время будущий вице-президент Генри Олес был агрономом и селекционером. Он вывел высокоурожайный сорт кукурузы и благодаря этому разбогател. Будучи республиканцем, как и отец, Олес поддержал в президентской кампании 1932 года кандидата демократической партии Франклина Дилана Рузвельта. И после победы Рузвельт предложил Олесу пост министра сельского хозяйства. Олес, вероятно, бы остался на этом посту до конца рузвельтского президентства, если бы вице-президент Джон Гарнер не поссорился в 1940 году с президентом. Гарнер считал неприемлемым решение Рузвельта баллотироваться на третий срок. Вот место Гарнера и занял Олес. Рузвельт выбрал Олеса за верную службу во главе сельскохозяйственного ведомства. Олес поддерживал все программы нового курса, в том числе программу по уничтожению посевов и скота. Посевы и скот уничтожался с целью стабилизации цен на продукты сельского хозяйства. Вот что сказал Рузвельт. Генри хороший человек. Хорошо, когда такое рядом, если что-нибудь случится с президентом. Но мы вице-президент Олес не волновал ближайшее окружение Рузвельта. Ну, во-первых, Рузвельт был здоров. Во-вторых, мало кто знал, чем дышит Олес. Однако, как только Олес занял пост вице-президента, он стал заметной фигурой. И то, что окружение Рузвельта увидело и услышало, многих не на шутку взволновало. Больше всего беспокоило нескрываемое Олесом восхищение Советским Союзом. Я процитирую Олеса, что он сказал на многосоттысячном митинге в Нью-Йорке вскоре после нападения Германии на Советский Союз. Я цитирую вице-президента. Американская и русская революции – это части общего марша свободы в последние 150 лет. Не случайно, что познакомившись, американцы и русские легко находят общий язык. Оба народа знают, что их будущее много лучше прошлого. Оба ненавидят мошенничество. Итак, он сказал, что американская и русская революции – части общего марша свободы. К этому времени депутаты Конгресса и высокопоставленные правительственные чиновники были хорошо осведомлены о массовых казнях и арестах в Советском Союзе. И они считали святотатством сравнение провозглашения независимости 13 британскими колониями в сравнении с большевистским переворотом. Вице-президент Олес восстановил против себя всех советников и помощников Рузвельта во время поездки в Советский Союз летом 1944 года. Он побывал в Магадане. И в Магадане Олес восхищался работой добровольцев. Добровольцев, которые приехали осваивать суровый край. И о том, что восхищался, он с восторгом говорил в радиопередачах на Америку. Какие замечательные добровольцы из Ленинграда приехали в этот суровый край. В Узбекистане Олес не скрывал восторга от колхозов. Вот что он сказал на пресс-конференции. «Здесь рай для крестьян!» И вице-президент Олес говорил каждому, кто готов был его слушать, о перспективах послевоенного сотрудничества с Советским Союзом. А в это время часто видевшие Рузвельта люди не скрывали опасения здоровьем президента. Они сознавали, будучи избранным на четвертый срок, Рузвельт не протянет четыре года. Говорить об этом президенту никто не решался. По свидетельству Анны Рузвельт, дочери президента, цитирую, «Отцу даже в голову не приходило, что его здоровье с каждым днем ухушается». Олес еще не вернулся из зарубежной поездки, а окружение Рузвельта уже осознало. Нужен новый президент, вице-президент. Для начала. Кто и когда сказал об этом Рузвельту? Авторы мемуаров о Рузвельте называют разных людей и разные даты. Но вот в 2008 году вышла в свет фундаментальная биография Олеса. Ее авторы, авторы биографии Олеса, Джон Калвер и Джон Хайт считают, Рузвельт стал участником заговора 11 июля за 8 дней до открытия съезда Демократической партии в Чикаго. Однако доподлинно известно, что Рузвельт обсуждал вопрос о замене Олеса до 11 июля. Днем ранее, 10 июля, никто иной, как Рузвельт, попросил Олеса не выставлять свою кандидатуру на пост вице-президента на предстоящем съезде. Встреча Рузвельта и Олеса 10 июля в 4 часа дня. Время для нас важно. Они встретились 10 июля в 4 часа дня в Белом доме. Этой встрече предшествовала встреча Олеса несколькими часами ранее с двумя посланцами президента. Рузвельт, дамы и господа, он не принадлежал к числу людей, которые любят выполнять грязную работу. Неприятные разговоры Рузвельт обычно поручал помощникам, советникам. Примеров много. Вот я проведу только один пример. В мае 1942 года советский министр иностранных дел Вячеслав Молотов приехал в Вашингтон просить Соединенные Штаты о втором фронте. Президент Рузвельт знал, время для открытия второго фронта не наступило и не скоро наступит. Но говорить об этом Молотову лично Рузвельт не хотел. И он поручил неприятную миссию генералу Джорджу Маршалу. Маршал был начальником штаба вооруженных сил. Разговор Маршала с Молотовым был коротким. Генерал сказал советскому министру, выбирайте между Мурманском и Вторым фронтом. У Молотова выбора не было. Отказ от Мурманска, то есть от американских поставок под Лен-Дизу, не сулил ничего хорошего Красной Армии. Так вот, сообщить Уоллесу неприятную новость Рузвельт поручил своему специальному помощнику Сэму Розенмену и министру по внутренним ресурсам Гарольду Икесу. Икес вспоминал в своих мемуарах о наставлениях Рузвельта. Рузвельт сказал, скажите ему, что мы направим его послом в Китай. Посланцы президента, специальный помощник Розенман и министр Гарольд Икес были готовы выполнить поручение. Но Уоллес, только-только вернувшийся из поездки в Советский Союз, Китай и Монголию, не дал им рта раскрыть. Вице-президент с места в карьеру объявил. Он не желает говорить о политике, ибо его ждет встреча с президентом, с которым он вдоволь о политике наговорится. Если полагаться, дамы и господа, на мемуары Уоллеса, других свидетельств у нас нет. Если полагаться на мемуары Уоллеса, Рузвельт несколько раз заводил разговор о том, что он, Уоллес, может помешать победе демократов на выборах, если не откажется от поста вице-президента. У Уоллеса был контраргумент результата опроса, проведенного институтом Гэллопа. Опрос свидетельствовал, его поддерживает 66% избирателей-демократов. Если верить Уоллесу, напомню, других свидетельств у нас нет. Так вот, если верить Уоллесу, Рузвельт, расставаясь, с ним сказал, «Хотя я не мог заявить об этом публично, но я надеюсь, что у нас будет прежняя команда». Прежняя команда. Сказал ли Рузвельт нечто подобное? Возможно, сказал, возможно, не сказал. Но вот факт нам досконально известный. 11 июля, на следующий день после его встречи с Уоллесом, заговорщики во главе с президентом обсуждали в Белом доме кандидатуры для замены Уоллеса. Рузвельту назвали несколько кандидатов, пять, пятерых. Когда назвали Трумэна, Трумэна назвали последним. То Рузвельт, по свидетельству очевидцев, пожал плечами и сказал, «Я видел его несколько раз, но он не произвел на меня никакого впечатления». Но вот Трумэн неоднократно рассказывал о личных беседах с Рузвельтом. Трумэн любил присочинить. В записях о посетителях Белого дома нет информации о встречах президента Рузвельта с сенатором Трумэном. Итак, 11 июля 1944 года заговорщики собрались в Белом доме для обсуждения кандидатуры будущего кандидата на пост вице-президента. Председатель Национального комитета демократической партии Роберт Ханниген вспоминал в мемуарах. Когда совещание приближалось к концу, президент к нему обратился. «Боб, как я понимаю, вы и все остальные хотите Трумэна. Если дело обстоит так, то пусть будет Трумэн». Съезд демократической партии в Чикаго открылся 18 июля 1944 года. Рузвельт отсутствовал. В съездовские дни Рузвельт встречался на Гавайях с генералом Дугласом МакАртуром. Они обсуждали обстановку на Тихоокеанском фронте. Кстати, интересный факт. Съезд демократической партии в Чикаго в 1944 году был последним, когда действующий президент или кандидат на пост президента не присутствовал на съезде. С тех пор всегда присутствовал. Итак, выборы кандидата на пост вице-президента проходили в Чикаго в последний день съезда 21 июля. В списке кандидатов было 7 имен. Выклислие Олес и Трумэн. В первом туре голосования Олеса поддержали 429 делегатов. За Трумэна только 319 на 110 меньше. Но ни тот, ни другой, ни Олес, ни Трумэн не получили одобрения большинства делегатов. Во втором туре участвовали только Олес и Трумэн. И сенатор победил действующего вице-президента нокаутом. За Трумэна голосовал 1031 делегат против только 105. Как объяснить такую разницу? После первого тура сторонники Трумэна принялись за обработку делегатов, в том числе и за тех делегатов, которые голосовали за Олеса. Обработка сработала. Годы спустя сенатор из Индианы Сэмюэль Джексон, он был активным агитатором за Трумэна, сказал, чтобы на его могильном памятнике начертали, здесь покоится человек, который не позволил Генри Олесу стать президентом Соединенных Штатов. Если бы сенатор Джексон и его союзники не убедили большинство делегатов съезда голосовать за Трумэна, то 12 апреля 1945 года, в день смерти Рузвельта, президентскую клятву давал бы Олес. Что произошло бы? Джон Калвер и Джон Хайт назвали биографию Генри Олеса «американский мечтатель». Знали ли они, что писатель-фантаст Герберт Уэллс назвал Ленина «кремлевским мечтателем»? Я полагаю, что не знали. Мечты Ленина о тотальной власти, основанной им партией, сбылись. Ну, а о чем мечтал Генри Олес? Ну, наверное, не только о превращении фермерских хозяйств в коллективные хозяйства, в колхозы. Планы Олеса распространялись на весь мир. Олес изложил их в 122-страничной брошюре «На пути к всеобщему миру», «Toward World Peace». Эта книжка, конечно, есть в моей библиотеке. Она издана в 1948 году за несколько месяцев до президентских выборов. Это была своего рода президентская программа Олеса, который выставил в 1948 году свою кандидатуру на пост президента. К этому времени бывший вице-президент зарекомендовал себя как принципиальный противник внешней политики президента Трумэна. Следует отметить, дамы и господа, что Рузвельт частично выполнил данные Олесу обещания. Он оставил теперь же бывшего вице-президента в своей команде, назначил министром торговли. Трумэн, заняв пост президента, рузвельтовскую команду не менял. Все министры остались на своих местах, в том числе и Олес. Но в течение следующего года министр торговли не раз критиковал публично едва ли не каждое решение президента Трумэна. И вот 19 сентября 1946 года Трумэн вызвал Олеса на ковер. Беседа продолжалась два с половиной часа. Сразу же после беседы Олес ушел в отставку. На следующий день Гарри Трумэн записал в дневнике, цитирую, «Я не уверен, что его рассудок в порядке. Он пацифист на все сто процентов. Он хочет распустить наши вооруженные силы, передать России наши атомные секреты. Он верит скопищу авантюристов в Кремлевском политбюро». Это Трумэн записал в своем дневнике. В тот же день, 20 сентября 1946 года, на следующий день после отставки Олеса, Трумэн созвал пресс-конференцию и в частности сказал, «Мне стало совершенно ясно о существовании фундаментального несоответствия между его внешнеполитическими взглядами и взглядами администрации». Президентская программа Олеса, напомню еще раз, это брошюра, названная «На пути к всеобщему миру». Эта программа дает ясно понять, какой была бы политика Олеса, если бы 12 апреля 1945 года он, а не Трумэн, занял пост президента. «Легко предсказать, коммунисты пришли бы к власти в Греции и совершенно не исключено, что в Италии и Франции. Не было бы, естественно, никакого плана маршала, поскольку против этого плана возражал Советский Союз. А не было бы этого плана, лежавшая в руинах Западная Европа стала бы добычей Красной Армии. Американский мечтатель Олес вряд ли возражал против такого развития событий. В 1948 году Олес был кандидатом прогрессивной партии, прогрессивной, и его кандидатуру официально поддержала коммунистическая партия. За прогрессивста Олеса голосовал 1 157 172 избирателей. Это примерно 2% от общего числа избирателей. Мечте Генри Олеса стать президентом не суждено было осуществиться. И об этом, дамы и господа, об этом не грех вспомнить в год 75-летней годовщины со дня решения съезда демократической партии в Чикаго решение избрать кандидатом на пост вице-президента сенатора Гарри Трумэна. И вспомнить об этом не грех еще и потому, дамы и господа, что нынче в президенты рвутся прогрессисты, потомки Генри Олеса. Здравый смысл уберег Америку от Олеса и, хочется верить, убережет от его идеологических детей и внуков. На этом я заканчиваю монолог. Дамы и господа, оставайтесь на волне нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут. Ну что ж, мы возвращаемся в программу Алексея Орлова «Моя Америка». В этом сегменте Алексей Любезнов, как обычно, согласился принять ваши звонки. Номер телефона в студии 847-400-5200. Все линии горят, начинаем принимать. Первый звонок. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый день. Уважаемый Алексей, спасибо большое за все ваши передачи. Вы всегда нам рассказываете из истории что-то такое интересное, что перекликается с нашими современными событиями. Но вопрос у меня немножко по предыдущим вашим передачам. Вот вы когда рассказывали об электоре Алкалыч, который хотят задушить наши прогрессисты, вы сказали, что, конечно, соответствует действительности, что в Конституции не написано, как должен электор Алкалыч голосовать, но все-таки он был введен для того, чтобы учитывать мнением небольших штатов. И вот то, что пытаются они сделать, они хотят как раз лишить эти штаты права голоса. И в связи с этим, как вы считаете, можно ли подать в Верховный суд на эти вот деяния и остановить этот кошмар, когда они хотят, чтобы три штата Америки решали судьбу всей страны? Спасибо, Варвара. Алексей, перед тем, как мы ответим, я вас... Я ему не три штата, а один штат Калифорния. Алексей... Знаете, в чем дело? Вопрос очень хороший. Все дело в том, поскольку в Конституции не записано, как каждый штат выбирает выборщиков, это дело каждого штата, то Верховному суду затеет какое-то дело очень сложное. Вот почему. Я постараюсь объяснить. Верховный суд занимается рассмотрением дел, которые были, поступили с низших инстанций, судебных инстанций. Если никакое дело не поступает, то Верховный суд по какому-то вопросу Верховному суду даже не будет этим делом заниматься. Таким образом, для того, чтобы Верховный суд рассмотрел вопрос о выборщиках, о коллегии выборщиков, как каждый штат, как считается, как каждый штат выбирает своих выборщиков в своем штате, должно кто-то должен на низшей инстанции, на низшей инстанции, я не знаю на какой на низшей, пускай на инстанции какого-то округа, федерального округа, федерального штата округа, обратиться в суд, подать в суд на конкретную, легислатуру конкретного штата, который принял соответствующий закон, и на губернатора этого штата, который этот закон подписал. Но организовать такой суд, подать в суд на легислатуру конкретного штата, скажем, штата Северная Каролина, в которой я живу, он пока что находится в стороне, в отличие, скажем, от Иллинойса, который уже принял соответствующий закон, закон, по которому выборщики этого штата, выборщики штата Иллинойс, поддерживают того кандидата, который получил большинство голосов народным голосованием, не того, которого избрали люди или Иллинойса, избиратели или Иллинойса, а того, который получил большинство общим голосованием. Скажем, возьмем Северную Каролину, у нас такого еще не принято. Но все дело в том, что судить легислатуру и губернатора очень сложно, потому что они не нарушают никаких законов, они не нарушают законов, потому что в Конституции не сказано, как каждый штат решает распоряжаться своими выборщиками. Этого в Конституции нет. Окей, вы сто процентно правы. Сто процентно правы. Если, если коллегия выборщиков будет выбирать каждого штата, не того, кого избиратели конкретного штата выбрали, а того, за кого проголосовала вся страна, большинство жителей штата Калифорния, где голосуют, кто угодно, конечно. Если такое случится. Понимаете, это действительно ударяет по интересам маленьких штатов. По интересам маленьких штатов. Но все дело в том, что в сегодняшних Соединенных Штатах Америки политики очень часто руководствуются не интересами конкретно своего штата, а интересами партии. Интересами партии. В 15 штатах, уже есть 15 штатов, я об этом рассказывал, 15 штатах, которые решили, что выборщики голосуют за того кандидата, президента, который набрал больше голосов по всей стране. Это все штаты, в которых решающее слово принадлежит на сегодняшний день принадлежит демократам и в легислатурах штата, и губернаторы. Как правило, это демократы. Как будут развиваться события? Вы знаете, я вообще оптимист, оптимист. Ну, наблюдая то, что происходит у нас в стране, так же, как и вы наблюдая, я иногда становлюсь пессимистом. На сегодняшний день я не помню, сколько вот эти 15 штатов, 15 штатов, которые приняли соответствующее решение, плюс соответствующее решение принял горсовет федерального округа Колумбия. Там всего три, он дает трех выборщиков. До 270, до цифры 270, именно это решающая цифра, если кандидат набирает 270, кандидат в президенты он становится президентом. До цифры 270 осталось, ну, я не помню, сколько, 74 или 75. Как будут развиваться события? Для того, чтобы предотвратить этот ужас, это будет шаг к однопартийной системе, к однопартийной системе и однопартийной, я имею в виду, будет править демократическая партия. Важно, важно, решение, решение, избиратели каждого штата, опять-таки, обращусь к штату Северная Каролина, это мой штат. У нас обе палаты, обе палаты, нижнюю и верхнюю в легислатуре, в большинстве республиканцы, но и там, и там их преимущество небольшое. Губернатор у нас сейчас демократ. Значит, на предстоящих выборах, выборах в следующем году, цель избирателей Северной Каролины, которые поддерживают действительно существующую, существующую ситуацию с выборщиками, направить в легислатуру и верхнюю, и нижнюю палату опять-таки республиканцев. И этим должны заниматься во всех абсолютно штатах, где пока что республиканцам принадлежит большинство в обоих палатах. Теперь давайте обратимся к штату Иллинойс, поскольку мы Чикагская радио, штат Иллинойс. Если представить себе на секунду, на минуту, в какое-то время, через 5 лет, через 10, через 15, не знаю, большинство и верхней и нижней палати будет принадлежать республиканцам, если это возможно, если губернатором штата будет республиканец, то опять-таки закон, принятый конкретным штатам, может быть изменен, если законодатели внутренней Иллинойса в обоих палатах проголосовали за новое правило, за новый приказ своим выборщикам, то республиканское большинство в той и другой палате может этот закон отменить и принять новый закон. Это дело очень запутанное, очень хорошо, что вы задали этот вопрос, потому что от того, как будут выбирать выборщики, во многом зависит будущее нашей страны. Большое спасибо за вопрос. Спасибо, Алексей. А у нас на линии следующие радиослушатели. Спасибо, что подождали. Говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Добрый день. На днях последователь ОВИСа, губернатор штата Калифорния подписал закон о том, что все кандидаты должны будут предоставить пятилетнюю налоговую декларацию, чтобы вступить в президентскую гонку. Нечто подобное, правда, не сведет налоговую декларацию, приняли и в штате Аризона, не Аризона, а Канцент, Аризона, кажется. Примерно в 2011 году или 2010 они хотели, чтобы все кандидаты должны были предоставить свои бюрд-сертифики. Но тогда Обаме повезло, его отстояли демократы, а вот сегодня я опасаюсь того, что вот этот почин демократов в Калифорнии как-то поддерживают другие штаты, в том числе и те штаты, о которых говорили все везде 15 штатов, что же произойдет, если вдруг их поддержат и те колеблющие штаты, как Флорида и так далее, там, что же произойдет в нашей демократии? Спасибо. Вы знаете, право каждого штата. В данной ситуации штат Калифорнии никаких законов не нарушил. Я, дамы, у нас есть десятая поправка Конституции. Десятая, это очень важная поправка, десятая. Десятая поправка декларирует, если в Конституции что-либо не предусмотрено, то тот вопрос, который не предусмотрен в Конституции, дается в распоряжение каждого штата. Окей, значит, в Конституции у нас не предусмотрено, что кандидаты в президенты или на любые выборные места должны предоставлять открыты свои налоговые декларации. Кстати, когда принималась Конституция, никаких подобных подоходных налогов и вообще подобных налогов не было. Но поскольку этот вопрос не предусмотрен в Конституции, десятая поправка позволяет каждому штату заниматься тем, рассматривать конкретно этот вопрос. Таким образом, Калифорния, ну, совершенно на сегодняшний день, ну, не просто демократический штат, дамы и господа, там, ну, демократы всюду царят, ну, просто нелегальные эмигранты голосуют, ну, в общем, люди без гражданства голосуют, значит, но закон принят штатам Калифорния. Такой же точно закон о предоставлении людей, политиков, которые выдвинули свою кандидатуру на пост президента, можно не только на пост президента, если человек выдвинул свою кандидатуру, я не знаю, в законодательное собрание штата, или выдвинул свою кандидатуру на пост губернатора штата, каждый штат может принять соответствующий закон, требующий, требующий, чтобы данный человек предоставлял, обнародовал свою налоговую декларацию. Это находится в ведении каждого штата. Станет ли нечто подобное федеральным законом? Ну, опять-таки, never say never. Мы не можем стопроцентно отрицать, что этого никогда не случится, но должно пройти очень много времени, подобный закон, такой, как принял Калифорния, чтобы такой закон был принят Конгрессом и утвержден президентом Соединенных Штатов. Большое спасибо за вопрос. Спасибо, Алексей. Ну, вот, тогда напрашивается еще один вопрос. Если штат Калифорния, который принял или разговорит о том, что не мешало бы принять такое решение, принимает это решение, это не значит, что на него, на этот штат или на этого же губернатора не могут подать в суд, допустим, выборная компания, например, Трампа в этой ситуации, и нигде не говорится о том, что Калифорния выиграет этот суд, или же это дело не попадет туда дальше по инстанциям, как вы думаете? Толя, все дело в том, что в данной ситуации речь идет о кандидатах в президенты, ну, во-первых, которые граждане Калифорнии, во-вторых, которые для участия в президентских выборах должны зарегистрироваться, для участия в президентских выборах должны зарегистрироваться в Калифорнии, потому что каждый кандидат президента должен зарегистрироваться для участия в выборах в конкретном штате, чтобы в этом штате его внести в бюллетень для голосования в праймерис или в кокусах. Таким образом, любой кандидат, не калифорниец, который решит выставить свою кандидатуру, любой политик решит выставить свою кандидатуру в президенты, если, допустим, у него возникнут трудности при регистрации для участия в голосовании в Калифорнии, для участия в праймерис или для участия в кокусах, в Калифорнии проходят праймерис, а не кокусы, для участия в калифорнийских праймерис, если у него возникнут такие трудности, возможно, я не утверждаю, я не утверждаю, возможно, он может подать в суд на Калифорнию, но в данной ситуации Калифорния имеет право принять такой закон Это номер один Номер два Человек, который будет добиваться номинации кандидатом в президенты от республиканской партии Он может даже не обращать на это внимания, поскольку ему в Калифорнии в общем ничего не грозит Поэтому с Трампом вообще разговоров нет Трамп действующий президент и никто его не обязывает, ни Калифорния, ни или иной, ни штат Нью-Йорк Никто отчитываться перед... обнародовать свою налоговую декларацию Так что Трамп это вообще касаться не будет на выборах 2020 года Окей, давайте примем следующий звонок Добрый день, вы в эфире Добрый день А что уже в том, что кандидаты действительно будут предъявлять декларацию? Я здесь не вижу никакого ужаса Спасибо Спасибо Никто не обязывает кандидатов в партию, кандидатов в президенты, ни на любую другую выборную должность Губернаторы, в горсоветы, не знаю, в регистратору, не знаю, куда угодно Никто его не обязывает предъявлять отчеты, свою налоговую декларацию То, что сделали, например, многие нынешние претенденты в кандидаты президента демократы То, что многие из них тоже Борис Сандерс обнародовал, Слип и Джо Байден обнародовал Это их личное дело Они просто, выставляя свои налоговые декларации на всеобщее обозрение, они просто хотят показать, насколько мы, мы демократы, отличаемся от Трампа Никто их к этому не обязывает И, в общем, я совершенно не уверен, что человек, который станет кандидатом демократической партии Об этом мы узнаем летом следующего года Что в будущем году этот человек предъявит всей стране свою налоговую декларацию за 2019 год Я в этом совершенно не уверен Я тоже в этом, во-первых, не уверен Во-вторых, я думаю, что вот наш радиослушатель, который высказал свое мнение Я не думаю, что он в полной мере понимает, о чем идет разговор, когда спрашивают налоговую декларацию То есть, человек, который работает на зарплату, конечно же, никаких проблем Показать свою там W2 форм и забыть про это А вот человек, который занимается таким серьезным бизнесом, как Дану Трамп Ему показать свою налоговую декларацию и обнародовать все свои капиталовложения Все свои деловые отношения с кем-то еще Я не думаю, что ему очень этого хочется Поэтому тут немножко... Вот еще дело не только в этом Во-первых, большинство людей, они жертвуют благотворительной организацией И как бы народу интересно знать, сколько конкретный человек Коля, Петя, Вася, неважно кто, Дональд Трамп или Джо Байден От своего заработка пожертвовал благотворительной организацией Это достаточно интересно Более того, интересно, сколько человек уплатил налогов Потому что существует масса налоговых послаблений И люди, которые занимаются налогами, это прекрасно знают Интересно, сколько человек заработал И сколько в самом деле он заплатил Сколько он в самом деле внес в федеральную казну Или в казну статов, в которой он живет То есть, как он сумел выплатиться с налогами Вот что интересно А человек, который заполняет обычную форму Ну, среди людей, которые выставляют свою кандидатуру в президенты Нет людей, которые живут только за счет своего заработка За счет чека, который они получают Как правило, у большинства из них есть и другие капиталы вложения Конечно, конечно Добрый день, вы в эфире Эта декларация находится в налоговой инспекции И учитывая, что в Америке ничего нельзя заходить в стране То, наверное, ее можно получить даже без желания президента Окей, можно получить, это есть нарушение закона Да Безусловно, есть утечки Можно получить, но это нарушение закона Тот, кто спустил, выдал журналистам декларацию Кого угодно, мою или президента Трамп, это есть нарушение закона И ваше тоже, кстати Еще одно слово И мое, и любого Нет, я говорю про радиослушателя Что те, которые выставят его налоговую декларацию на всеобщее обозрение Тоже нарушат этим закон Абсолютно, это нарушение закона Говорили, минуточку Что каждый штат имеет право принимать закон Президенты избирают каждый штат отдельно Значит, штат... Окей, мы об этом уже говорили с Калифорнией Каждый штат Калифорния приняла такой закон Если вы живете в штате, или, ну и соляной сможет принять такой закон Но я повторю еще раз Я сомневаюсь, что может быть принят такой федеральный закон Но если закон такой есть в штате Значит, в данном штате это обязательно Это обязательно Это обязательно в этом штате Но это не значит, что вы должны Слушайте, я живу в Северной Каролине Я плачу налоги и в Северную Каролину И в федеральную казну Если Северная Каролина принять такой закон Молодой человек, вы Вы вместо того, чтобы На что-то Северной Каролине Но ни в коем случае не федеральный Алексей, послушайте мне Одну секундочку, подождите Молодой человек Если вы хотите просто поспорить Не имея никакой информации Нет, я хочу понять Окей, если вы хотите понять Тогда, пожалуйста, послушайте Что вам говорят А не говорите вместе с ним Не говорите одновременно Послушайте Вы научитесь чему-нибудь Послушайте Прошу вас, Алексей Окей, я сказал, Толя Если штат Северная Каролина Примет соответствующий закон То трудящийся Северная Каролина Узнает о моем налоговом отчете Правительству Северной Каролины Казне штата Северная Каролина Но это не значит, что я им расскажу О том, что О моем отчете налоговом Для федерального правительства Федерального У нас в министерстве Да, пожалуйста Но если, допустим, вы Вдвигаетесь в президенты Средиенных штатов И вы должны зарегистрироваться В каждом штате Вы будете регистрироваться В Калифорнии Окей, я уже сказал Нет федерального закона Такого Федерального закона нет Когда будет федеральный закон То при регистрации В каждом штате Он должен будет Рассказывать О своей налоговой декларации Нет такого закона федерального Я больше на этого человека Честно тратить время не хочу Потому что Ну, уперся человек рогом И все Говорите, пожалуйста Вы в эфире Добрый день Большое спасибо за передачу Очень познавательная Образовательная Интересная Мы бы, конечно, этих фактов Сами бы никогда не нашли А по поводу декларации Ну, как говорится По-русски Коню понятно Причина, почему они хотят Трамповскую декларацию Потому что, посмотрите Стрельба тут и там Кто виноват Россист Трамп А если он Свою декларацию Выдет То Сам такое Такая буча Поднимется Что Ни сказки Сказать Ни перома Я полностью Я могу сказать Следующее Значит На такого человека Как Трамп Капиталиста У него есть Специальный Отдел Аккаунтинг Значит Он Не он Лично Составляет Налоговые Декларации Люди Которые Составляют Налоговые Декларации Знают Прекрасно Все Налоговые Законы Значит Он платит Столько Налогов Сколько Ему Приходится Платить Потому что В налоговых Декларациях В налоговых Законах Есть масса Лупхол Масса Возможностей Сократить Свои Сократить Свои налоги Естественно Что Трамп Я делаю Дамы и господа Неужели вы думаете Что я плачу День со всего Зарод Я списываю Массовые Мещения Ну например Я занимаюсь Своего рода Благотворительством Я не жертвую Тысячи Не жертвую Миллионы Но в сумме У меня Получается Достаточно Денег Пожертвованных Политические Пожертвования Не считаются Но есть Пожертвования На лечение Рака На лечение Я не знаю Альцхаймера Масса Масса Все Этим Этим занимаются Все Есть специальные Аккаунтинги Мне составлять Декларацию Я могу сам Составлять с помощью Компьютера Есть специальная Программа Но когда я сам Составляю Я иду к аккаунтингу И прошу Чтобы он проверил Она Кстати У меня женщина Она проверяет То же самое у Трампа Все что списывает Трамп Все разрешено Законным Но для противников Трампа Важно Ухватиться За что-то Глядите Никакой негодяй Заработал Там 100 миллионов А заплатил налог Я не знаю Там только Там Не знаю Там с 2 миллионов Все Ну это не нарушение Закона Мы с вами Прекрасно знаем Что компания Амазон Компания Амазон Практически Не платит Федерального налога Почему Она что Законы нарушает Ни в коем случае Не нарушает Она пользуется Федеральными законами Налоговыми законами Да Ну я еще хочу Добавить одну Мелкую Такую подробность Наверное Интересно Предыдущему Звонящему Что Берни Сендер Который опубликовал Свою налоговую декларацию Он Бедный коммунист Заработал 5 миллионов долларов А зарплата У него Меньше 200 Я так понимаю Как у сенатора Ну так Просто интересно Спасибо большое У вас есть Ровно Одна минута Времени Говорите пожалуйста Да Здравствуйте Я свои 5 С копейки Хочу вставить АРС Известно Под пятой У демократов Они Такое Вытворяли Бытность Обамы Если бы Что-то было Незаконное У нас У президента Давным-давно Они бы Выставили Это все И все Было бы известно Были бы утечки Поэтому В свое время Даже Клинтон Они разоблачили Так сказать И она Быстренько Заплатила То что Она Эти миллионы Которые Она Не доплатила Поэтому По-моему Понятно Должно быть Тем Что У него Все в порядке Спасибо Большое Мария Итак Алексей Ваше заключительное Слово Больше мы Звонки Не принимаем Поэтому Прошу вас Дамы господа Передача следующая Будет посвящена Прогрессистам Мы знаем Что прогрессивная Эра Была в истории Соединенных Штатах Очень интересная Были интересные Прогрессисты Ну например Теодор Рузвельт Вудер Вильсон И нынешние Демократы Все себя Называют Прогрессистами Так вот Следующая Программа Через неделю Будет о том Что из себя Представляли Прогрессисты Сто лет назад И что они Представляют собой Сегодня На этом я расстаюсь Толя Всем Хорошего дня И будьте здоровы Дамы господа Спасибо большое Алексей До следующей встречи Будьте здоровы